Линолеум, как его называют, он отходит просто уже сам, а они здесь все на одно лицо. Застройщик написал парадное, нафига все это делать. Слева дома, справа производство. Видите, как управляющая компания обслуживает. Ну вот это, блин, я не знаю, для чего. Все для машин. Елочки. А вот впереди уже виднеется 21 квартал. А вот одна из детских площадок. Все разбито, раздолбанно, забытое богом место. Друзья, добрый день. Сегодня я нахожусь в Мурино, и мы с вами посмотрим жилой комплекс Северная долина. Вот этот дом сдан в 2013 году. Для того, чтобы подняться наверх, нужно пройти настоящий квест. Вход вот такой, достаточно узкий. Два человека, чтобы разошлись, нужно повернуться боком. Да, конечно, можно сказать, что дом сдали почти 10 лет назад, и тогда они думали о людях. Но проект, по мне, это просто какое-то безумие, да, вот так делать, чтобы люди вот так ходили кругами. Сейчас мы поднимемся уже наверх, во двор, и я вам все покажу. Такие красивые колонны. Все забито машинами. Ну вот что-то здесь, так знаете, символ набережной Санкт-Петербурга. Входные группы. Первое, на что, конечно, обращаешь внимание, это монолитные перекрытия. Они все открыты, и так не должно быть. Ну и, конечно, вот эти жуткие трубы на переходных балконах для отвода воды. Знаете, такое ощущение, что здесь дожди идут постоянно, достаточно мощные. Все это заливает. Ну вот, как-то все, знаете, нет слов просто, как это сделано. Сейчас мы с вами зайдем в один из подъездов, и посмотрим этот подъезд, и посмотрим с высоты на район. В пешей доступности у комплекса находится станция метро Парнас. Ну, здесь, конечно, сейчас проживает огромное количество людей, и компания-застройщик продолжает возводить такие дома. Такого же плана домов мы видим в жилом комплексе Юнполова. Это второй проект данного застройщика, где дома, в принципе, такого же качества. Это эконом, жилье массового сегмента, что мы видим, друзья, здесь с вами. Ну, соответственно, первое, когда сюда приходишь, на что обращаешь внимание, это огромное количество высоток, напиханных как можно ближе друг к другу для того, чтобы как можно больше заработать денег с участка земли. Но здесь, конечно, здорово, что есть школы, есть сады. Вот сейчас мы зайдем с вами в третью парадную и внимательно все посмотрим. Плюс, кстати, могу единственное сказать, что у застройщика уставной капитал полтора миллиарда рублей. Вот это я понимаю сумму, а не как у некоторых 10 тысяч рублей или 10 миллионов рублей. А по поводу цены планировок я расскажу вам в самом конце этого ролика. Так что не переключайтесь и внимательно смотрите. Северная долина. Это дома по любимой всеми строятся технологии. Монолитный кирпичный. Дома имеют до 26 этажей. Вот только обратите внимание по цифрам, какое огромное количество квартир на площадке. Да, понятно, это массовый сегмент. Это эконом, жилье. Но, в принципе, за эти деньги можно сделать бы нормальный, хороший проект. Квартиры все равно продолжают покупать, потому что нравится близость станции метро Парнас и, соответственно, наличие детских садов и школ. Но перед тем, когда вы решитесь купить, приобрести здесь квартиру, обязательно проверяйте наличие места. Возможно, вам не все понравится, как вам будет рассказывать менеджер-застройщика или какой-нибудь агент. Заходим. У нас здесь сразу встречает предбанник. Здесь коморка консьержа, который здесь должен был быть. И заходим вот сюда. Вот здесь у меня сразу просто разбегаются глаза. Огромное пространство с очень низким потолком. О, 2,50, простите. Это в самой высокой точке. 2,30 в самой низкой точке этой входной группы. Огромное количество почтовых ящиков. Здесь на лифте можно подняться. Вернее, лифты есть и в одном крыле, во втором крыле. Видите, здесь даже продаются напитки. И вот. Вот лифтовой холл. 4 лифта. Кто-то, видите, вещи оставил для людей. Есть кнопочка. Есть табло, на каком этаже находится лифт. Мы с вами поднимемся на самый последний 26 этаж. Лифты и Уотис. В 2013 году, видите, что ставили лифты. Уотис создали в 2013 и вот свежий лифт. Видите, есть камера для безопасности. Это плюс. Ну, соответственно, реклама. О, вот это просто. На каждом столбе перед выборами. А где вы были, ребята, до выборов? Когда, значит, смотришь и видишь вот такие объявления, да, что задолженность свыше 20 тысяч рублей, какое огромное количество квартир и общая сумма, ну, конечно, здесь, если дома отключат отопление или горячей воды, электричества, должников, я вот, честно, не удивлюсь. 26 этаж. Наконец-то доехали. Лифт достаточно медленно едет. Можно было, наверное, побыстрее. О, заходим. И здесь, смотрите, какой сразу вид. Обычный потолок Аморстом, который отваливается. Трубы отопления. Тут уже все, видите, разбито, убито. Ну, и вид, конечно, не очень. Но зато, смотрите, друзья, есть нумерация. То есть, понимаешь, какая нужна квартира и в какую сторону тебе идти. Налево или направо. Вот это коридор, широченный коридор, мрачный и большой квартир по обе стороны этого коридора. Ну да, зачем нам он пломбировать, когда можно просто взять на проволочнику, вот так все привязать. Да, вид, конечно, друзья, здесь не такой, как должен был быть. Опечатано, опечатано. Не будем открывать. О, здесь открыто. Так, видно, вот тогда видно. Рукава есть. Это большой плюс. Это у нас выход на переходной балкон. Мусоропровод. Показатель 26 этажа. Обратите внимание, да, здесь вот видно, что уже пену либо повытаскивали, либо она сама поотваливалась. Ну, вид, конечно, такой. Очень больше, знаете, напоминает какую-то старую, советскую, забытую жизни общагу. Сама дворовая территория. Здесь все в асфальте и в такой крошке. Школы, детские сады, конечно, вот это здорово. Все находится вот здесь, во дворе, и это одно из самых больших здесь расстояний. То есть до соседнего дома, мне кажется, это, наверное, метров 700, может даже больше. Ну, прилично. А может быть и меньше, может 500. Ну, видите, там дети хоровод водят. Ну, конечно, понимаешь, да, что все, вон, лахта-центры виден. Что в таком доме огромное-огромное просто количество людей. Просто такой, знаете, муравейник для людей. А несмотря на то, что внутри, конечно, вид не очень. Вот здесь мы видим вот эту линию. Это линия герметизации. Герметизирует шов между кирпичной кладкой и монолитным перекрытием. И вот она идет, идет, так я смотрю, вроде везде без какого-то, каких-то отверстий, разрывов. То есть вроде так, на первый взгляд, все достаточно неплохо. Ну, естественно, понятно, что это недорогой фасадный кирпич. И этот кирпич, к сожалению, у него есть особенность. Он от дождя, когда вот косой дождь на нее попадает, он начинает намокать. А если хотите, чтобы у вас не намокало это, все есть специальные средства, покрываешь. И больше кирпич не будет намокать. С него будет как стекла нового автомобиля, вся водичка скатывается. Лестничный марш. Фу, запах, конечно, здесь такой жесть. Да, видок, конечно, друзья, здесь неприятный очень. Штукатурку, что ли, опечатано. Господи, что такое творится? Не пойду туда, даже страшно туда идти, страшно. Вот здесь, видите, тоже грилляду уже повесили, потому что здесь, наверное, нужно что-то обслуживать. Это у нас ливневка, я так полагаю. Ну, как здорово, да, сделано. Здесь у нас другая сторона. Вот видите, да? Что, бежите, елка стоит. О-о-о, ребята, смотрите. В лесу родилась елочка, в лесу она росла зимой, и летом стройная зеленая была. Видите, простояло всю зиму, сейчас лето, и вот она стоит до сих пор. Ну вот, вот такие дома. Мы сейчас с вами пройдем, прогуляемся по этому району. Ну, конечно, на 26 этаже здесь нет никаких указателей, непонятно, где лифт. Кнопка вызова всего лишь одна. Вот, обратите внимание. Вот, здравствуйте. Приехал лифт, мы с вами едем на первый этаж. И пока едем, проверим, работает ли кнопка вызова диспетчера. Слышу что-то щелки. Как громко-то, ничего себе. Запах сигаретного дыма. Причем, знаете, такое ощущение, что я курю в дислифте пока еду постоянно. Фу, господи, я не курю, очень неприятно. Да, вызов принят. На что-то нам никто не включает. Да, здравствуйте, как меня слышно? Проверка связи. Слышу вас хорошо. Я попал в лифтовую диспетчерскую, либо в управляющую компанию? Вы попали в аварийную диспетчерскую службу по лифте. Все, понял, спасибо вам большое, хорошего дня, до свидания. Спасибо, что ответили. Ответили быстро. Это, кстати, очень радует. Вот видите, тоже реклама. Переезжай в 21 квартал. То есть в 13-м ты получил квартиру здесь, потом ее продаешь, берешь ипотеку, переезжаешь в новые дома, потому что они симпатичные. Так, еще бы найти теперь выход. Здесь, кстати, они двухсторонние подъезды. Вот это выход на улицу. А мы с вами заходили через двор, и это вот он. И мы сейчас также выйдем и пройдемся, пройдем по этому району. Видно, жмут постоянно. Видите, пломбировали. Вот только непонятно вообще, работает ли здесь пожарная сигнализация или нет. Да уж. Вот видите, о чем я говорю. Вот, например, тоже, да, лоджий. Понятно, стекление холодное. Внизу нет никакого утеплителя. Вот здесь мы с вами тоже видим открытый бетон. Вот так не должно быть. Почему? Потому что есть, когда холодно, идет определенное промерзание. То есть, к примеру, вот у вас, видите, идет декоративный кирпич с декоративным камнем. Монолитное перекрытие. Ну-ка, сейчас залезем, чтобы вам показать лучше. Вот он, монолит. Надо, кстати, померить. Если вообще тут 20 сантиметров. Такое ощущение, что поменьше. И, соответственно, там идет либо утеплитель, либо газоблок. Соответственно, сама по себе стенка будет теплая. Но когда идет заморозок, понимаете, как бетон замерзает. И вот получается, вот в этих углу, где стык, получается, стены вертикальной и горизонтальной, там будет очень холодно. Вот поэтому это всегда закрывается. Есть специальные накладки, такие утеплители. Либо это кирпичом там с утеплителем закрывается. Но вот это, на самом деле, друзья, очень неправильно. Измерил я своей электронной рулеткой толщину перекрытия. Она здесь составила чуть более 17 сантиметров. Теперь я понимаю, почему, когда я шел, чувствовал, как, знаете, пол в коридоре вибрирует. Это, на самом деле, очень тонко. А звукоизоляция здесь, естественно, я понимаю, что ее просто здесь нет. Обычный камень, обычный бетон. И ничего, соответственно, больше не сделано. Детский сад. Слышим радостные голоса детей. Подземный паркинг. Если у вас здесь нет парковки, то машину будете оставлять, как все остальные соседи. Где найдете местечко? Ну, площадка, конечно, под сбор бытовых отходов вставляет желать лучшего. Выглядит это так себе. Но зато уже за почти 10 лет повырастали вот такие рябинки, подросли кустики, деревья стали чуть выше. Хотя бы есть они здесь. Это, конечно, совсем другой вид. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, их побольше было. Ну, в принципе, и так даже. В принципе, даже, да, вон, смотрите, вон, какие вымахали. А вот одна из детских площадок. То есть мы понимаем, что здесь живет десятки тысяч людей. И для деток вот это КСИЛ-производитель, если я не ошибаюсь. Одно из самых недорогих оборудований. Вот такие, смотрите, скамейки, есть урны, карета, лошадки, две качельки, крутилка. И все, больше ничего нет. Ну, вот мы с вами можем наблюдать впереди. Здесь тоже совсем-совсем немного оборудования для детей. Ну, вот здесь, конечно, видно, что застройщик-то не очень-то любит детей. Или не любил детей. И поставил как можно меньше оборудования. Сейчас иду, ветер дует, листики шевелятся. Такой приятный звук для уха. Здорово. Конечно, я на эти дома смотрю, это просто жесть. Знаете, вот пройдет какое-то время, там, что-то поменяется в нашей стране. И начнут делать реновацию застроек. Вот это все начнут сносить, чтобы потом построить нормальное, качественное жилье для своих граждан. А не то, что строят и строили до этого, и что строят сейчас. Когда, конечно, у тебя нет детей, в ближайшие, там, лет пять не будет их, ты это не планируешь, что, конечно, это здорово. Здесь станция метро есть, широкие улицы, большое количество людей. В принципе, инфраструктура неплохая. То, что огромное количество магазинов есть, в общем, где потратить деньги. Конечно, тогда это нормально. Но когда у тебя есть семья, у тебя есть дети, или ты думаешь об этом, здесь, конечно, тяжеловато. Но если вы не очень любите людей, огромное количество людей, то это место тоже не для вас. Обратите внимание, что видно, что некоторые окна вот такие более блестящие. Это южная сторона. Здесь, соответственно, очень хорошо светило солнышко этим летом. Прогревало так, что люди начали применять вот эту китайскую пленку, которую клеят на окна, которая, возможно, способствует тому, чтобы меньше тепла попадало в помещение. А вот впереди уже виднеется 21-й квартал. Здесь даже есть ресторан «Мама Рома». И мы вот туда идем. Ну, да, понимаете, да, о чем это? Здесь просто вот все в этом. Все. Это жесть. Пивнухи, мужские стрижки, озон, косметика, аптека есть, магазин для животных. Небольшой торговый центр, перекресток и огромное количество домов с огромным количеством жителей. Внешний вид фасадов, конечно, из красного кирпича таким светлым-желтым смотрится по мне намного интереснее и привлекательнее, чем вот эти самые первые проекты, где вот полностью здесь и желтый, и коричневый кирпич. Как-то, знаете, они так смотрятся уже, фасад довольно-таки стареньким, таким подуставшим. Сейчас перейдем дорогу и начнем смотреть, что же там делает такого нового застройщик в своем 21-м квартале, который активно рекламирует. Ну, отсюда видим, да, тоже пивнушки, цветы, суши, кондитерская, цех 85, Мамарома. Наверное, это, мне кажется, единственное здесь приличное место, куда можно сходить с семьей. А может быть и нет. Вот если знаете какие-то еще хорошие места, напишите обязательно, друзья, в комментарии. Вот такой мы видим въезд на Стелоба. Для того, чтобы подняться на уровень второго этажа, здесь есть лестничные марши. И для того, чтобы маломобильным группам населения подняться наверх, есть лифт, есть кнопка вызова. Нажимаешь, ничего не происходит. Возможно, нужно звонить сюда. Но это как-то, по мне, не очень удобно. На это придется затратить большое количество времени, чтобы подняться. Ну, видим, да, качество металла, вернее, окраски этого металла. И краску же вот вся отваливается. Давайте посмотрим, что у нас во дворе. А во дворе, конечно, у нас машины. Дворы это же не для людей, это для машин. Надо же куда-то ставить своего коня железного. Урны, скамейки, мы их уже видели в первую очередь. Ой, а дверь подержите, пожалуйста. О, спасибо большое. Успел. Парадная. Ну, вход получается в уровень землей. Управляющая компания. Кстати, жители не сильно жалуются на нее. Говорят, что быстро на все реагирует. Здесь мы уже с вами видим колясочную. Высота потолка тоже невысокая. Большое количество почтовых ящиков. Очень большое. Есть окно. И есть корзины для спама. Да, как-то вот. Знаете, вот не хватает мне, например, указателей, что лифт находится вот здесь. Здравствуйте. Ну, благо, хоть первый этаж. Заходим в грузопассажирский лифт. Это тоже ОТИС. 26-й этаж. Погнали. Здесь лифт уже разговаривает. Выходим на 26-й этаж. Ох ты, что мы тут видим. Ну, спасибо, что есть цифра. 26-й этаж. Кнопка вызова. А на каком этаже лифты, естественно, ничего нет. Пожаробезопасная зона. Ого. Ну-ка, что же здесь такое? Вау. То есть сюда ты должен спрятаться. А здесь, соответственно, сюда, наверное, приток свежего воздуха идет. Да, вот обратный клапан. Приток свежего воздуха. И здесь можно спрятаться, если, не дай бог, будет пожар. Да, не очень, конечно, этого хотелось. Ну, друзья, все обшарпано. Вид обычной коммуналки. Здесь уже намного уже коридор. Вижу, что двери люди меняют. Потому что двери от застройщика, скорее всего, некудышные. Так, все опечатано, пломбировано. Счетчики современные. Вот у нас уже с вами и выход. Нет, соседняя секция, где что-то... Ага, вот, все. Мы проходим туда. Вот реально указателей не хватает. Здесь, смотрите, ширина коридоров уже практически такая же, как мы видели до этого. Слушайте, большая вибрация идет. Понимаю, что перекрытие монолитное недостаточной толщины. Если бы это было бы 20 сантиметров, то не было бы такой сильной вибрации и звона металлических частей. Ну, тут переходные балконы уже чуть меньше. По ширине имею в виду. Ну, вот, смотрите, какое количество домов. Мы с вами были вот в эти первые дома, которые сдал застройщик. Вот эти трехуровневые входы, вот эти пандусы. Это просто какой-то... Не знаю даже, как это правильно назвать, каким хорошим словом. Ну, вот у нас двор, все для машин. Скудная детская площадка. Вот она одна в углу. Вы только смотрите, сколько здесь и много жителей. Какой огромнейший микрорайон. Так, давайте смотреть. Гидроизоляции здесь вопросов пока не вижу. Вроде, на первый взгляд, все неплохо. Стенка держится. Ах, не вижу, отсвечивает. Потом посмотрим, что там. Лестничные марши. Здесь они шире. Вот точно такое же ограждение. Такие же перила мы с вами видим в других комплексах, которые говорят, что это комфорт, класс. Но, блин, это экономно. Вот здесь, кстати, большой плюс, что на заклепку посадили тот кусок линолеума. И он, соответственно, не будет съезжать. Да, здесь видно уже что-то произошло с электрикой. Марши обычные, с завода. Да, закрыли все пеной. Причем пена, кстати, обычная. Обычная монтажная пена розового цвета. Это противопожарная пена, которую, по идее, и должны были залить. Здесь у нас самая верхняя точка. Выход на кровлю закрыто. Ну, хоть это радует. Ну, вот сразу на качество, да, можно посмотреть. Навряд ли это здесь дети сидели там, все это вышкребывали. На пене цемент, естественно, он тут держится кое-как, и все это вываливается. Кирпич, тут же отбили. Что-то выкраску какую-то делали, не знаю для чего. Ну, вот это, блин, я не знаю, для чего. Знаете, я вот на это смотрю, это старый проект. То есть они взяли свой старый проект и просто сделали новый фасад. Изменили фасад, цвет кирпича, все. На этом, ну, шестая, так понимаю, застройщика закончились. Рукава есть. Ну, да, оборудование, конечно, здесь, если бы зашились, вид был бы совсем другой, нежели, чем сейчас. Достаточно тусклый свет. В комплексе квартиры представлены от студии до четырехкомнатных квартир. Минимальная цена за однокомнатную квартиру в августе 2021 года 5 миллионов 43 тысячи рублей. Вот за это эконом-эконом. Значит, недавно вышли мои обзоры про тот же солнечный город, чистый город. Я бы, наверное, чистое небо приобрел бы лучше бы там, нежели, чем и здесь. Хотя, с другой стороны, если кому-то нравится такая массовая застройка, огромное количество людей, близость в шаговой доступности метро, где, естественно, сейчас пик не может быть не переполнен, но тогда, конечно, этот вариант для вас. Ну, вот здесь мы видим, вот, знаете, где-то есть небольшое расстояние между домами, есть где вот просто огромнейшее расстояние. Ну, даже вот в самой минимальной точке, где вид есть из окна, ну, меня, например, это не очень напрягает. У каждого, конечно, параметры тут, друзья, свои. О, сейчас вам покажу травку. Здорово, что есть трава, места для отдыха. Вот такой виноград на самый верх растет. Ну, конечно, здорово. Траву здесь, видно, никто не косит. Было бы здорово, если бы управляющая компания ее косила. Вот впереди мы видим скудную детскую площадку. Идемте посмотрим, что же у нас там. Здесь у нас уже видно, что более дорогое оборудование, чем в первых проектах застройщика. Кстати, не очень идти удобно по плитке, когда вот такое большое расстояние между ними. А вот они и часы. Можно посмотреть, сколько времени. 12-13 на моих электронных. Здесь свет падает сюда. 11. Не знаю, в общем, правильно, неправильно. Но такая штука есть и смотрится достаточно интересно. Ну, такие высоченные ограждения. Понимаю, что у собачников, скорее всего, есть вопросы, где погулять. О, сейчас постараемся спросить. Здравствуйте. Такие прикольные декоративные элементы. Здесь уже интереснее скамейки. Урны для курильщиков, чтобы посидели, отдохнули. Насладились солнечными деньками в Санкт-Петербурге. Кстати, вот здесь пока хожу. Вот эта плитка, у меня сразу к ней вопросы. Если бы ее положили бы одну рядом с другой, было бы комфортнее ходить, потому что нога попадает между плитками, и это не очень здорово. Ну, спортивная площадка. То есть, похоже, если бы можно было меньше поставить оборудование, они бы, похоже, это сделали бы еще меньше. Смотрится все вот то же самое. Вот одни и те же вопросы. Это почему не закрыто монолитное перекрытие. Здесь уже вместо труб сделаны вот такие большие отверстия. И, конечно, переходной балкон просто длиннющий. Старые допотомные проекты пытаются модернизировать для того, чтобы заработать больше денег. Вот выбрасывают мусор, а ветер его разносит по всему району. Вот совсем недавно сказал, что почему не косят траву. Смотрите, вот они косят ее. Триммер есть. Ура! А так как вход не в уровень землей, обратите внимание, какой пандус. Такое просто нагромождение. Во-первых, это стоит определенное количество денег. Это недешево. Тут всего лишь две с половиной ступени. Ну, вот первый, конечно, фасад недорогой. Вот эти двери совсем смотрятся недорого. И вот видите, вот он. Все это отвалится обязательно, потому что это просто цемент, который держится на монтажной пене. Вот одни из последних, которые сдал застройщик домов. Мы здесь сразу видим домофон. Номер парадный почему-то называет этот застройщик. Количество этажей и количество, соответственно, квартир. Есть тамбур. Здесь уже больше остекления. Места для хранения велотранспорта. Тут уже намного, кстати, посимпатичнее. Считаю вот таких пандусов, чтобы подняться наверх. Это жесть. Вот, смотрите, вот так уже сделаны почтовые ящики на две стороны. А вот у нас в лифтовой вход. Жительница этого дома поведала, что сейчас выезжать стало очень хорошо. Все стало доступно из-за того, что появились дополнительные заезды-выезды. А близость Када это тоже радует. А вот в 2014 году все это было на то, что было очень-очень плотно в часы пик. Ну, вот это, конечно, большой плюс для комплекса, когда есть нормальная, хорошая доступность. 27 этаж. Ну, здесь, кстати, уже поприличнее, чем вы видели. Видите, красили, красочка вниз немножечко протекла. Пошли посмотрим дальше. Вот здесь сразу из-за светодиодного освещения намного больше света. Здесь как-то вот лучше. Ну, вот такие, конечно, конструктивные элементы. Ну, для меня... Мне непонятно, для чего это так все делать. Ну, тут, конечно... Ну, тут еще, кстати, более-менее. Бывали места и хуже. Я считаю, что не должно быть вот это все вот таком открытом доступе, потому что может ребенок палец засунут, не дай бог, током его треснет. Идем по коридору. Ну, такой же коридор. Что у нас тут? Это какой-то блок. Это не бетон. Ливневка. Это тоже не бетон. Понимаешь, что со звукоизоляцией не так все хорошо, как могло бы быть. Ну, вот видите, тоже. Вот забрало, да? Это положено по пожарной безопасности у нас. Блин, ну вот если бы его покрасили в цвет, а не оставили вот таким, оно бы и смотрелось бы лучше, и не бросалось в глаза, даже если бы его в черный покрасили, темно-коричневый, было бы совсем по-другому, нежели чем есть. О-о-о, здесь и есть показатель, где выход. Аллилуйя! Прошло почти 10 лет, и застройщик вспомнил, что нужно что-то сделать, чтобы было удобно. Грязь. Видим, это что у нас интернет проводит. Красавцы какие! Раздолбили все. Видно, сверлили, потому что по-другому никак. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас тут сверху. Вот новый проект. Сразу мусоропровод. Причем он заварен, видно, еще похоже, с завода. Вот это все стоит большое количество денег. Нафига все это делать, если это не нужно. Вот это как раз я и говорю вам, друзья, о том, что это старый и допотопный проект. Ну, вот здесь с высоты можно наблюдать огромный пустырь. Здесь либо школа, либо детский сад должен быть. Сейчас пустырь открытый. Здесь, видите, парковка. Поэтому здесь, понятно, да, мест достаточно людям хватает из-за того, что пока здесь ничего не застроили. Но если посмотреть, конечно, с высоты, то увидим большое-большое количество квартир. Но по мне, вот, например, если выбирать, то я бы, наверное, выбирал бы себе вот такой цвет фасада. Желтый с красненьким. По мне он как-то смотрится поинтереснее, как-то, знаете, поживее. Смотрите, друзья. Здесь уже другая картина. Более все свежо, красивенько, корявенькие цифры. Лестничный марш уже смотрится совсем по-другому. Вот видите, как этот линолеум, как я его называю, он отходит просто уже сам. И видите, места примыкания, где-то есть отверстия. Красавцы. Хорошо сделали, хорошо сдали дом. Монтажная пена. Улица немножко видно. Да, конечно, так себе. Вот этот третий коридор за дверью, где огромное количество квартир. А уж. Так, вот, похоже, лифтовой холл. Да, это он, ура! Проверим. Слушайте, очень громко. Вот это меня радует. То, что очень часто проверяю, периодически там звук-то и вообще еле слышно. Сейчас подождем, поймем, ответит нам здесь или нет. Да, что-то в новом доме не отвечает. В старом это, видно, уже работает. Технология автофом нет. Здравствуйте. Слышу, говорите. Проверка звука. Как меня слышно? Что слышно? Вы кто? Гражданин такой же, как и вы. А я в управляющую компанию попал или в обслуживание лифтовое? Ау. Вы попали дежурный контролер. А, дежурный контролер. Ну, вот видите, друзья, даже когда застрянете сюда, то попадете к дежурному контролеру, даже не в лифтовую компанию. Вот так вот. Значит, если у вас есть ребенок, для того, чтобы сюда подняться с коляской, вот у нас такой пандусик идет. И мы едем, едем. Ну, если к нам едет навстречу тоже ребенок, то кто-то должен уступить дорогу. Вот это мне напоминает, знаете, застройщик мне такое ощущение, вспомнил свои первые проекты и решил сделать такой же трехэтажный пандус для жителей 21-го квартала. Это колясочная. Для чего-то здесь кнопка вызова непонятно кого. Но здесь, видите, вход свободный. То есть любой человек может сюда пройти и что-то взять. Вот это, считаю, конечно, не очень правильно. Доступ должен быть по карте. Но вот этого устройства здесь я нигде не вижу. Анна, сколько здесь вы уже живете? Год почти. Год. А много уже заселены? Заселено нормально дома или нет еще? Ну, я думаю, да. Большинство уже. А что с поликлиникой здесь? На гражданку же нужно ездить, если не ошибаюсь. У меня здесь открылся поликлиника, филиал. А так, ну, некоторые специалисты нужно на озерки ездить. А так все рядом здесь вот. Десять минут и ты уже в это. А с детскими садиками попасть вообще реально? Ну, народ говорит, что реально, но очень впритык. Впритык с местами. Много деток в группе, не знаете? Не знаю. На очереди стоите уже? Да, вот встали. С рождения. Да. Но с магазином здесь вообще проблем нет. Как транспортная доступность? Тоже все рядышком. Вышел на перекресток, там все автобусы ходят, и до метро. На машу тогда я видел, чем можно дойти спокойно. Вот отсюда до метро сколько идти по времени? Минут 20. А, ну, это нормально, в принципе. Что с ветрами здесь? Многие жалуются на то, что такой ветер, что если надеть коньки, то уносит. Да, сильный ветер очень. Особенно по Толубейску. Получается, открытое пространство там вообще дует сильно. Ну, во дворах нормально еще более меня. По сравнению с югом ветер здесь есть. А есть какой-то большой минус, что вообще здесь не нравится в этом комплексе? Ну, понятно, это многоэтажка. А так доступно уже лег, конечно, хорошо. А так многоэтажка и парковки, может быть, единственное. Не хватает парковки вечером. А плюс какой здесь, вот самый большой плюс для вас? Да, ну, да много чего. И парк, ну, тоже недалеко, вот Шваловский, можно такой, ну, верят, накат. Доступность, можно на кольцо заехать. То есть транспортная доступность, зеленые зоны. Да, магазинов тоже тут много. Я так понимаю, магазинов много, садики, наверное, детские сады. Ну, садиков поменьше, конечно, но есть. Как вы вообще вот этот трехэтажный пантус? Может быть, было бы лучше, если бы они делали бы просто в уровень с поверхностью земли, бы все входные группы сразу, или втовой был бы холл, чтобы вот так не подниматься? Не, ну, может быть, было проще, если бы было просто вверх-вниз, как бы, побыстрее, а так... Как с детскими площадками здесь? Детскими много всяких разных, там, вот, может, видели пирамиду вот эту. Ну, вот это да, прикольно сделали, да, молодцы. Песочные часы есть, как площадка, там тоже детские. Да, всякие разные. То есть здесь вы, в принципе, на разных гуляете, да? Да, да, мы в районе, да, вот, в этом области везде гуляем. Единственное, нету, может быть, лужа, где бы просто полежать. Ну, с ковриком летом гуляем, мы расстилали, где есть места, так более-менее. Парк здесь же обещает делать, там делать синий забор, Да, его обещают 2010 года, если не ошибаюсь. А где обещают парк, как, кстати? Ну, получается, вот, как дуга идет, вот это место может быть, там забор это синий, там все гуляют с собаками, как бы шашлыки, там уже и пруд такой, можно сказать, небольшой, там обещали, небольшой. То есть вы когда покупали, тоже обещали, да? Ну, да, обещали, говорят, да, что будут, будет, а когда обещали? Говорили дату или нет? Нет, это переносится все время. А вот и впереди мы видим пирамиду. Такую я первый раз, кстати, увидел, когда снимал обзор про жилой комплекс Энфилд. Вот сюда, понятно, приходят все дети, для того, чтобы с такой высоты прокатиться по этой металлической трубе вниз. Да, в новом районе уже здесь плюс то, что в крайних домах, которые не так давно сдали, большие буквы, обозначения подъездов. Это радует сразу, видно, вот третий, четвертый и так далее. А класс энергоэффективности С почти как в панельных советских домах. Район такой огромный, что здесь реально можно заблудиться и лучше с собой брать карту для того, чтобы не пропустить нужный вам дом. Друзья, напишите в комментариях, понравилась ли вам прогулка по району, по жилому комплексу, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Благодарю, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на этот обзор. Но я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok